Урок 1. Покупка снаряжения для активного отдыха. Привет, Анна, ты когда-нибудь была в магазинах снаряжения? Я ищу уличное снаряжение. Привет, Джон, да, я бывал в нескольких. У них есть широкий выбор снаряжения для различных видов деятельности. Отлично. В следующем месяце я планирую отправиться в поход. У вас есть предложение, где купить хороший рюкзак? Конечно, вы можете попробовать магазин Адвентуригер. У них есть хороший выбор рюкзаков, подходящих для пеших прогулок. Спасибо, проверю. Кстати, они также продают палатки для кемпинга. Да, они верят. У них есть палатки разных размеров и типов для кемпинга. Это прекрасно. Для поездки мне тоже понадобится палатка. Не могли бы вы порекомендовать легкую? Конечно. В Аурдаурворд есть легкая палатка под названием Трайлблазер. Ее легко носить с собой и устанавливать. Похоже, как раз то, что мне нужно. Есть ли другие предметы первой необходимости, которые мне стоит купить для поездки? Определенно. Для ночных походов вам следует взять с собой хорошую пару походных ботинок, бутылку с водой и фару. Я запишу это на заметку. Спасибо за предложение, Анна. Я так и сделаю. Еще раз спасибо, Анна. Я уже в восторге от этого. Привет, Анна. Вы знаете какие-нибудь конкретные сайты, которые вы рекомендуете? В последнее время у меня есть хороший опыт покупок в интернете. Привет, Джон. Я могу предложить несколько веб-сайтов, основанных на моем личном опыте. Что вы хотите купить? Мне нужна новая кухонная техника. Есть предложения по надежным сайтам. Обязательно ознакомьтесь с разделом «Основы кухни». У них широкий выбор бытовой техники и выгодные предложения. Спасибо за рекомендацию. Я просмотрю их веб-сайт. Кстати, вы когда-нибудь покупали одежду в интернете? Да, у меня есть. Обычно я делаю покупки в «Фэшневрное». У них модная одежда и разумные цены. Звучит отлично. Я попробую. Как насчет книг? Есть ли хорошие книжные интернет-магазины? Букверм онлайн отлично подходит для любителей книг. У них обширная коллекция, и они часто предлагают скидки. Отлично. Добавлю это в свой список. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по платформам онлайн-обучения? Это именно то, что мне нужно. Я обязательно ее проверю. Вы когда-нибудь пользовались сайтами по бронированию путешествий? Да, Wanderlust Travel – мой самый популярный веб-сайт для бронирования авиабилетов и проживания. У них отличные предложения. Отлично. Я учту это в своей следующей поездке. Спасибо за все рекомендации, Анна. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, они вам пригодятся. Приятных покупок и обучения. Спасибо, Анна. Я благодарна за это. Мне не терпится изучить эти веб-сайты. Урок 3. Сосредоточение внимания дома. Привет, Анна. Ты когда-нибудь отвлекаешься дома? Иногда мне трудно сосредоточиться, особенно когда рядом с моими домашними животными. Привет, Джон. Я могу общаться. Домашние животные могут сильно отвлекать. У меня есть кошка, которая всегда хочет внимания. То же самое и с моей собакой. Он постоянно подталкивает меня играть в фетч. Как вам удается сохранять концентрацию, несмотря на все отвлекающие факторы? Я стараюсь выделить конкретное рабочее пространство, где я могу сосредоточиться. Полезно иметь отдельное место для работы. Неплохая идея. Мне также следует создать специальные рабочие пространства. Как насчет домашних дел? Они также могут отвлекать внимание. Совершенно верно. Я составляю график работы по дому и выделяю определенное время на их выполнение. Это помогает мне оставаться организованным и сосредоточенным. Я попробую такой подход. Сложно не обращать внимание на работу по дому, когда она прямо передо мной. Есть ли у вас другие советы, как сосредоточиться? Еще один совет. Устраните цифровые отвлекающие факторы. Я отключаю уведомления на телефоне и закрываю ненужные вкладки на компьютере. Я никогда об этом не думала. Уведомления в социальных сетях всегда привлекают мое внимание. Я обязательно попробую. Есть другие предложения. Также могут помочь короткие перерывы. Я считаю, что отвлечение от работы на несколько минут освежает мой разум и улучшает концентрацию внимания. Похоже, это хорошая стратегия. Я буду делать небольшие перерывы в своей работе. Спасибо за совет, Анна. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, эти советы помогут вам сосредоточиться. Помните, что важно найти то, что лучше всего подходит для вас. Я так и сделаю, Анна. Я ценю ваше руководство. Мы должны оставаться сосредоточенными и продуктивными. Урок 4. Быть собой. Привет, Анна. В последнее время я немного нервничаю. Есть ли у вас какие-либо советы, как сохранять спокойствие и быть собой в социальных ситуациях? Привет, Джон. Нервничать – это нормально, но не забывайте принимать себя таким, какой ты есть. Уверенность играет большую роль. Просто будьте собой. Иногда это легче сказать, чем сделать. Как вам удается оставаться верными себе в разных социальных сетях? Важно напоминать себе о своих сильных сторонах и уникальных качествах. Сосредоточьтесь на том, что делает вас особенным, и позвольте этому проявить себя. Я учту это. Иногда я слишком беспокоюсь о том, что обо мне думают другие. Какие-нибудь советы по преодолению этого? Одна из стратегий заключается в том, чтобы переключить внимание с поиска одобрения на простое наслаждение моментом. Присутствуйте и искренне общайтесь с другими. Отличная перспектива. Мне следует сосредоточиться на опыте, а не беспокоиться о суждениях. Какие-нибудь другие советы? Практикуйте принятие себя и заботу о себе. Относитесь к себе с добротой и состраданием. Когда вы чувствуете себя комфортно в том, кто вы есть, это заметно. Я сделаю заботу о себе приоритетом. Забота о себе поможет мне чувствовать себя увереннее. Как насчет борьбы с критикой? Конструктивная критика может быть полезной, но помните, что не следует принимать все близко к сердцу. Отделите полезные отзывы от ненужного негатива. Это хорошее замечание. Я научусь отличать конструктивную критику от необоснованного негатива. Спасибо за рекомендации, Анна. Добро пожаловать, Джон. Просто помните, что верность себе лучший способ наладить связь с другими и построить значимые отношения. Я ценю твои мудрые слова, Анна. Мы должны принять себя в свои руки и жить подлинно. Урок 5. Планирование собрания. Привет, Анна. Мне нужно кое-что с тобой обсудить. Как насчет того, чтобы встретиться завтра? Вам подойдут два часа дня. Привет, Джон. Завтра звучит неплохо. Мне подходит два часа дня. Где нам встретиться? Давайте встретимся в кофейне рядом с вашим офисом. Это удобное место для нас обоих. Это нормально. Конечно, кофейня рядом с моим офисом отличный выбор. Увидимся там завтра в два часа дня. Отлично. Я отмечу это в своем календаре. Кстати, как вы думаете, сколько продлится собрание? Думаю, часа должно хватит. При необходимости мы всегда можем продлить его. Тебе это кажется разумным? Да, час звучит разумно. У нас должно быть достаточно времени, чтобы все обсудить. Должен ли я принести что-то конкретное? Просто возьмите с собой все соответствующие документы или заметки, которые могут быть полезны для нашего обсуждения. В остальном ничего конкретного. Хорошо, я обязательно соберу все необходимые материалы. Я с нетерпением жду нашей завтрашней встречи. Точно так же, Джон. Когда у нас есть возможность что-то обсудить, всегда продуктивно. Увидимся завтра в 14 часов. Тогда увидимся, Анна. Давайте сделаем эту встречу плодотворной. Урок 6. Предоставление эксклюзивности. Привет, Анна. У меня интересное предложение. Мы можем предоставить эксклюзивное право на наш новый продукт партнеру на определенный период. Что вы думаете? Привет, Джон. Звучит интересно. Предоставление эксклюзивности может быть полезным, но мы должны учитывать некоторые факторы. Каковы критерии эффективности? Отличное замечание, Анна. Мы должны установить конкретные критерии эффективности, которым должен соответствовать партнер, чтобы сохранить эксклюзивность. Это гарантирует, что они принесут результаты. Безусловно, мы хотим убедиться, что они преданы делу и способны. Как долго должен длиться определенный период эксклюзивности? Думаю, срок эксклюзивности в один год был бы разумным. Это позволяет партнеру закрепиться на рынке, одновременно стимулируя его к работе. Согласен, один год предоставляет партнеру прекрасную возможность продемонстрировать свои возможности. Как насчет условий? Мы должны четко изложить условия в контракте. Сюда входят обязательства, положение о расторжении договора и любые другие важные детали. Правильно, хорошо составленный контракт защитит интересы обеих сторон. Важно, чтобы юрисконсульт изучил его, чтобы убедиться в его действительности. Безусловно, юридическая экспертиза крайне важна для предотвращения любых потенциальных проблем. Как только у нас все будет готово, мы сможем приступить к предоставлению эксклюзивных прав. Похоже на план, Джон. Предоставление эксклюзивности может стать стратегическим шагом для нашего нового продукта. Давайте убедимся, что у нас все четко определено. Согласно, Анна. Мы хотим наладить успешное сотрудничество. Я начну работать над составлением контракта и привлеку юрисконсульта. Урок 7. Поиск точек соприкосновения. Привет, Анна. Думаю, нам стоит обсудить данный вопрос. Необходимы компромисс и поиск решений. Как найти общий язык? Привет, Джон. Ты прав. Чтобы найти общий язык, нам нужно понять точки зрения друг друга. Хорошей отправной точкой является активное слушание. Безусловно, активное слушание помогает нам лучше понять суть дела и проявить сочувствие. Как только мы поймем друг друга, мы сможем найти взаимовыгодное решение. Согласен, Джон. Важно сосредоточиться на основных интересах, а не зацикливаться на противоположных позициях. Ключевое значение имеет поиск общих целей. Отличное замечание, Анна. Определение общих целей помогает нам объединить наши усилия и добиться взаимовыгодного результата. Как насчет мозгового штурма идей? Мозговой штурм – отличный способ генерировать креативные решения. Мы можем вместе изучить различные варианты и оценить их осуществимость. Мне нравится такой подход. Вовлекая нас обоих в процесс мозгового штурма, мы повышаем шансы на поиск инновационных решений. Безусловно, сотрудничество приводит к лучшим результатам. Мы также должны быть открыты для рассмотрения альтернативных точек зрения и идей. Не могу не согласиться с этим. Непредубежденность позволяет нам изучать возможности и обдумывать решения, о которых мы, возможно, изначально и не думали. Точно, Джон. Давайте сосредоточимся на решении проблем, а не на различиях. Вместе мы сможем найти общий язык и достичь решения. Я рада, что мы пришли к единому мнению, Анна. Совместная работа и поиск точек соприкосновения приведут нас к успешному результату. Безусловно, Джон. Давайте подойдем к этому в духе сотрудничества и взаимного уважения. Уверен, что мы найдем решение, которое устроит нас обоих. Спасибо за позитивный настрой, Анна. Ваша готовность к сотрудничеству значительно упрощает этот процесс. Давайте приступим к работе. Мне очень приятно, Джон. Давайте углубимся и найдем лучший путь вперед. Мне не терпится вместе работать над решением этой проблемы. Я тоже, Анна. Давайте воплотим это в жизнь. Урок 8. Изучение близлежащих мест. Привет, Анна. Я нашла новый ресторан неподалеку. Звучит отлично. Это в нескольких минутах ходьбы отсюда. Привет, Джон. Это здорово. Давайте проверим карту. Да, до него всего несколько кварталов. Мы определенно можем туда дойти пешком. Это удобно. Пешая прогулка по новым местам позволяет нам наслаждаться окрестностями и открывать для себя скрытые сокровища. Безусловно, Джон. Прогулки также дают возможность потренироваться и подышать свежим воздухом, пока мы занимаемся спортом. Я согласен. От этой ситуации выигрывают все. Мы можем удовлетворить свое любопытство и в то же время приятно прогуляться. Определенно, Джон. Кроме того, это шанс поддержать местный бизнес по соседству. Поддержка местного бизнеса важна для роста сообщества. Давайте постараемся попробовать себя в новых местах. Я полностью за это, Джон. Посещение новых ресторанов дает нам возможность попробовать блюда разных кухонь и вкусов. Это расширяет наши кулинарные горизонты и добавляет удовольствия нашим гастрономическим впечатлениям. Мне не терпится попробовать новый ресторан. Я тоже, Джон. Мне интересно их меню. Попробовать новые блюда – это всегда приключение для вкусовых рецепторов. Безусловно, Анна. Это все равно, что отправиться в кулинарное путешествие прямо в нашем районе. И кто знает, возможно, мы откроем для себя наше новое любимое место. Изучение близлежащих мест полно сюрпризов. В этом вся прелесть, Анна. Мы никогда не знаем, что мы можем найти. Давайте планируем поехать туда в ближайшее время. Похоже на план, Джон. Давайте выберем день и время, которые подойдут нам обоим, и отправимся в кулинарное приключение. Согласна, Анна. Давайте найдем удобный день и порадуем наши вкусовые рецепторы. Жду этого с нетерпением. Я тоже, Джон. Это будет восхитительный опыт. Давайте сделаем все возможное, чтобы исследовать окрестности по максимуму. Безусловно, Анна. Все дело в том, чтобы воспользоваться возможностями, открывающимися прямо у нас на пороге. Пойдем и повеселимся. Урок 9. Определение целей. Привет, Анна. Я думала о нашем проекте и думаю, нам нужно больше ясности. Я не уверен в наших целях. Привет, Джон. Я понимаю твое беспокойство. Четкие цели необходимы для руководства нашей работой. Давайте вместе определим их. Похоже на план, Анна. У нас должны быть конкретные, измеримые цели, по которым мы могли бы отслеживать наш прогресс. Безусловно, Джон. Конкретные и измеримые цели позволяют нам сосредоточиться и точно оценить наши достижения. Я согласен. Чтобы мы шли по правильному пути, важно иметь четкое направление и ориентиры. Точно, Джон. Давайте также позаботимся о том, чтобы наши цели были достижимы и реалистичны при наличии ресурсов и времени. Отличное замечание, Анна. Постановка реалистичных целей гарантирует соответствие наших усилий тому, чего мы можем достичь в разумных пределах. Кроме того, давайте уложим наши цели во времени. Установление крайнего срока создает ощущение срочности и помогает расставить приоритеты. Не могу не согласиться, Анна. Цели, ограниченные по срокам, позволяют нам нести ответственность и побуждают к действиям. Определив цели, мы можем разбить их на более мелкие задачи и составить план действий. Разбивка целей на выполнимые задачи делает их более доступными и повышает вероятность успеха. Безусловно, Джон. Это также помогает нам эффективно распределять ресурсы и выявлять любые потенциальные препятствия на раннем этапе. Заблаговременное выявление потенциальных проблем позволяет нам разрабатывать планы действий в чрезвычайных ситуациях и действовать на опережение. Это разумный подход, Джон. Готовность к препятствиям позволит нам беспрепятственно преодолевать их и двигаться вперед. Я рада, что мы пришли к единому мнению, Анна. Давайте вместе определим наши цели и создадим дорожную карту для достижения успеха. Уверен, что при наличии четких целей и четкого плана мы сможем добиться отличных результатов. Давайте начнем. Безусловно, Анна. Давайте углубимся и заложим основу для успешного проекта. Я ценю ваше сотрудничество и вклад. Урок 10. Качественное времяпрепровождение с семьей. Привет, Анна. В эти выходные я наткнулся на местные события. Звучит прекрасно. Проводить время с семьей всегда приятно. Привет, Джон. Я согласен. Время, проведенное с семьей, бесценно. В чем суть мероприятия? Мне интересно узнать больше. Это общественная ярмарка с различными мероприятиями, играми и живыми выступлениями. Здесь каждый найдет что-то для себя. Похоже, это был веселый день. Время, проведенное с семьей в яркой атмосфере, всегда незабываемо. Безусловно, Анна. Это возможность создать незабываемые воспоминания и укрепить связь с близкими. Не могу не согласиться с этим. Время, проведенное с семьей, дает возможность отвлечься от повседневной рутины и сосредоточиться друг на друге. Это правда. Это позволяет нам присутствовать и в полной мере общаться с членами семьи, налаживая более глубокие связи. И дело не только в самом событии. Поездка на место проведения мероприятия и время, проведенное вместе, дополняют общее впечатление. Ты права, Анна. Речь идет о том, как хорошо мы проводим время, будь то во время мероприятия или в преддверии него. И самое главное, мы можем вовлечь в семью всех, независимо от возраста и интересов. Это инклюзивно и интересно для всех. Это один из самых ярких моментов семейного отдыха. Каждый может принять участие и внести свой вклад в приятное времяпрепровождение. Безусловно, Анна. Это шанс отпраздновать единение и укрепить семейные узы. Время, проведенное с семьей, также дает возможность поддерживать и поощрять друг друга, воспитывая чувство единства. Не могу не согласиться с этим. Мы можем подбадривать друг друга во время игры и занятий, создавая благоприятную атмосферу. И давайте не будем забывать о смехе и радости, которые приносят время, проведенное с близкими. Это бесценно. Ты абсолютно права, Анна. Смех и радость делают этот опыт еще более незабываемым и особенным. Я в восторге от этого события, Джон. Это прекрасная возможность создать прекрасные воспоминания вместе с нашими семьями. Я чувствую то же самое, Анна. Давайте планируем посетить это мероприятие и максимально провести время вместе. Похоже на план, Джон. Давайте отметим это в наших календарях и с нетерпением ждем фантастического дня с нашими близкими. Не могу дождаться, Анна. Этот день будет наполнен любовью, смехом и незабываемыми моментами. Урок 11. Спокойный сон. Привет, Анна. Извините, но я не мог заснуть прошлой ночью из-за громких звуков. Это было очень неприятно. Привет, Джон. Мне жаль это слышать. Шум действительно может мешать нашему сну. Испробовали ли вы какие-либо решения для решения этой проблемы? Да, я пробовала носить беруши, но они не очень помогли. Я готова выслушать предложение о том, как улучшить условия сна. Один из вариантов, который вы можете рассмотреть, использовать машину с белым шумом. Это может помочь заглушить внешние звуки и создать успокаивающую атмосферу. Отличная идея, Анна. Я слышала о машинах с белым шумом. Где мне его найти? Вы можете проверить это онлайн или посетить местный магазин товаров для дома. Обычно их можно найти в спальне или в зоне отдыха. Я обязательно займусь этим. Еще одна проблема, с которой я столкнулась, заключалась в яркости уличных фонарей за окном. Ах, я понимаю. Яркий свет может мешать нашему сну. Вы думали об использовании затемняющих шторы или жалюзи. Отличное предложение, Анна. Я не рассматривала возможность затемнения штор. Я рассмотрю этот вариант, чтобы создать более темную обстановку для сна. Стоит попробовать, Джон. Затемняющие шторы могут эффективно блокировать внешние источники света, способствуя лучшему сну. Спасибо за предложение. Я обязательно установлю затемняющие шторы, чтобы свести к минимуму помехи при освещении. Добро пожаловать, Джон. Кроме того, соблюдение режима сна может дать вашему телу сигнал о том, что пора расслабиться и подготовиться ко сну. В этом есть смысл, Анна. Мне следует разработать регулярный распорядок дня, включающий расслабляющие занятия перед сном. Именно так. Такие занятия, как чтение книги, принятие теплой ванны или выполнение упражнений на глубокое дыхание, помогут вам расслабиться и легче заснуть. Я включу эти занятия в свой вечерний распорядок дня. Надеюсь, это подготовит мой разум и тело к спокойному ночному сну. Я рад, что ваши предложения оказались полезными, Джон. Очень важно создать спокойную обстановку для сна, чтобы улучшить общее самочувствие. Не могу не согласиться, Анна. Качественный сон крайне важен для нашего физического и психического здоровья. Безусловно, Джон. Внедряя эти изменения, вы повысите вероятность более полноценного и спокойного сна. Спасибо за совет, Анна. Я ценю вашу помощь в решении этой проблемы со сном. Добро пожаловать, Джон. Я здесь, чтобы поддержать тебя. Надеюсь, что внесенные вами изменения приведут к более спокойному и омолаживающему сну. Я тоже надеюсь, Анна. Впереди две лучшие ночи для сна. Привет, Анна. Как часто ты тренируешься? Я стараюсь заниматься спортом не менее пяти раз в неделю. Привет, Джон. Это впечатляет. Я стараюсь придерживаться аналогичного режима тренировок. Регулярные физические упражнения необходимы для нашего благополучия. Безусловно, Анна. Это помогает нам поддерживать физическую форму и имеет множество преимуществ для здоровья в целом. Не могу не согласиться с этим. Упражнения помогают улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепить мышцы и повысить уровень энергии. Верно, Анна. Это также играет важную роль в снижении стресса и улучшении нашего психического благополучия. Определенно, Джон. Я считаю, что упражнения помогают мне очистить ум и улучшить настроение. Это отличное средство для снятия стресса. Рада это слышать, Анна. Вдохновляет то, как физические упражнения положительно влияют на наше физическое и психическое здоровье. Это действительно так, Джон. Итак, какими тренировками вы обычно занимаетесь в течение пяти тренировок? Мне нравится сочетать кардиотренировки, такие, как бег и езда на велосипеде, а также силовые тренировки с отягощениями или упражнениями с собственным весом. Похоже, это разносторонняя рутина, Джон. Сердечно-сосудистые упражнения и силовые тренировки обеспечивают сбалансированный подход к фитнесу. Я верю в разнообразный режим тренировок, нацеленных на разные группы мышц и повышающий общую выносливость. Это разумный подход, Джон. Вариация делает тренировки интересными и по-разному бросает вызов нашему телу. Безусловно, Анна. Кроме того, это помогает предотвратить скуку и помехи в нашем фитнес-прогрессе. Я согласен. Важно, чтобы наши тренировки были приятными и увлекательными, чтобы сохранять мотивацию в долгосрочной перспективе. Помимо физических упражнений, придерживаетесь ли вы определенных диетических привычек для достижения своих целей в фитнесе, Анна? Да, Джон. Я сосредотачиваюсь на сбалансированной диете, богатой фруктами, овощами, нежирными белками и цельными зернами. Отлично, Анна. Правильное питание – ключ к питанию организма и оптимизации результатов тренировок. Безусловно, Джон. Речь идет о том, чтобы питать себя необходимыми питательными веществами, которые помогут нам в занятиях фитнесом. Не могу не согласиться, Анна. Последовательные физические упражнения и здоровое питание идут рука об руку для достижения наших целей в фитнесе. Определенно, Джон. Это комплексный подход, включающий как физическую активность, так и осознанное питание. Я рада, что мы пришли к единому мнению, Анна. Беседа, посвященная фитнесу, и обмен идеями мотивирует. Я чувствую то же самое, Джон. Вдохновляет делиться своими занятиями фитнесом и вдохновлять друг друга на этом пути. Безусловно, Анна. Давайте и дальше будем уделять приоритетное внимание физической форме и хорошему самочувствию, поддерживая друг друга на каждом шагу. Я полностью за это, Джон. За здоровый и активный образ жизни, который приносит нам радость и жизненную силу. Приветствую вас, Анна. Давайте продолжим стремиться к достижению наших целей в фитнесе и наслаждаться процессом становления сильнее и здоровее. Урок 13 «Страсть к путешествиям». Привет, Анна. Я заметила, что из повседневной рутины мы оба любим путешествовать. Не могу не согласиться с тем, что знакомство с новыми местами – это очень полезный опыт. Действительно, привет, Джон. Путешествия позволяют нам погрузиться в разные культуры, попробовать новые кухни и создать незабываемые воспоминания. Безусловно, Анна. Это расширяет наш кругозор и открывает перед нами разные перспективы и образы жизни. Я полностью согласен, Джон. Приятно воочию увидеть разнообразие и красоту мира. Путешествия также предоставляют возможности для личностного роста и самопознания, не так ли? Определенно, Джон. Выходя из зоны комфорта и получая новые впечатления, мы учимся и развиваемся как личности. Это так, Анна. Благодаря нашим путешествиям мы становимся более адаптируемыми, выносливыми и открытыми к новым взглядам. Безусловно, Джон. Кроме того, это возможность отвлечься от повседневной рутины и восстановить силы. Не могу не согласиться с этим. Путешествия позволяют нам отвлечься от обыденности и отправиться в захватывающие приключения. И это не обязательно должно быть грандиозное путешествие. Даже знакомство с местными окрестностями может быть полезным опытом. Ты права, Анна. Здесь так много красоты и скрытых сокровищ, которые можно открыть для себя даже на нашем собственном заднем дворе. В этом прелесть путешествий. Дело не всегда в отдаленных местах, а в том, чтобы проникнуться духом исследования. Точно, Анна. Итак, есть ли у вас планы на будущее или место, о которых вы мечтаете? На самом деле я планирую поездку в Японию в следующем году. Меня всегда очаровывали ее богатая культура и захватывающий дух пейзажа. Звучит потрясающе, Анна. Япония – страна, полная чудес, от шумных городов до безмятежных храмов и потрясающей природной красоты. Я очень рад этому, Джон. Как насчет тебя? Есть ли в вашем списке мест, о которых вы мечтаете? Одно из мест, где я всегда хотела побывать – это Исландия. Пейзажи этой страны – это нечто невероятное, вулканы, ледники и завораживающее северное сияние. А, Исландия невероятна, Джон. Природная красота и уникальные геотермальные свойства делают это место поистине незабываемым. Могу себе представить, Анна. Это определенно одно из главных мест в моем списке, и я надеюсь вскоре воплотить эту мечту в реальность. Уверена, что так и будет, Джон. Мир полон чудес, которые ждут своего исследования, и я надеюсь, что нам обоим удастся их увидеть. Безусловно, Анна. Давайте продолжим разжигать нашу страсть к путешествиям и создавать незабываемые воспоминания о путешествиях на всю жизнь. Урок 14. Процедура после бега Привет, Анна. Я завидую твоей мотивации к бегу. Что вы делаете после бега, чтобы остыть и восстановиться? Привет, Джон. Спасибо. После бега я обычно делаю легкую растяжку, чтобы расслабить мышцы и предотвратить скованность. Звучит как хорошая практика, Анна. Растяжка помогает улучшить гибкость и снижает риск травм. Безусловно, Джон. Важно дать мышцам возможность расслабиться и постепенно вернуться в состояние покоя. Согласно, Анна. Помимо растяжки, включаете ли вы какие-либо другие занятия в свой распорядок дня после бега? Да, мне нравится увлажнять себя, выпивая много воды, чтобы восполнить потери жидкости во время бега. Гидротация очень важна, Анна. Это помогает поддерживать баланс нашего тела и нормальное функционирование мышц. Определенно, Джон. Мне также нравятся есть питательные закуски с хорошим балансом углеводов и белков, которые способствуют выздоровлению. Это разумный выбор, Анна. Нашему телу нужно топливо, чтобы восстанавливаться и восстанавливаться после тяжелой тренировки. Безусловно, Джон. Важно обеспечить наши мышцы питательными веществами, необходимыми для восстановления и укрепления. Помимо физического восстановления, занимаетесь ли вы чем-нибудь, чтобы расслабиться и расслабиться после пробежки? Да, мне полезно уделить несколько минут глубокому дыханию или медитации, чтобы успокоить ум и снять стресс. Это отличный способ включить внимательность в свой распорядок дня, Анна. Это способствует психическому благополучию и расслаблению. Не могу не согласиться, Джон. Это шанс восстановить связь с собой и обрести внутренний баланс. Это замечательно, Анна. Забота о физическом и психическом благополучии имеет решающее значение для комплексного подхода к фитнесу. Безусловно, Джон. Речь идет о том, чтобы найти баланс, который подходит нам индивидуально и поддерживает общее состояние здоровья. Я ценю ваши идеи, Анна. Приятно слышать о том, как вы тренируетесь после бега и как важно восстанавливаться. Спасибо, Джон. Чтобы заниматься фитнесом в долгосрочной перспективе, важно прислушиваться к своему телу и уделять приоритетное внимание уходу за собой. Не могу не согласиться, Анна. Давайте продолжим учиться друг у друга и открывать новые способы оптимизации тренировок. Безусловно, Джон. Вместе мы сможем вдохновлять и мотивировать друг друга на достижение наших целей и вести здоровый и активный образ жизни. Я благодарна за наше обсуждение, Анна. Спасибо, что поделились своими знаниями и опытом в мире фитнеса. Урок 15. Дилемма гардеробной. Привет, Анна. Это выглядит идеально. Могу я его примерить? Конечно, привет, Джон. Вот и все. Дайте мне знать, если вам понадобится помощь. Спасибо, Анна. Как оно подходит? Тебе это отлично смотрится, Джон. Цвет вам хорошо подходит, а размер кажется подходящим. Приятно это слышать, Анна. Я хотела что-то удобное, но стильное. С этим выбором ты справился, Джон. Это идеальный баланс моды и функциональности. Рада это слышать, Анна. Я ценю ваш опыт в сфере моды. Мне очень приятно, Джон. Мне нравится помогать другим найти свой стиль и чувствовать себя уверенно в своей одежде. Ты очень разбираешься в моде, Анна. Я всегда восхищаюсь твоим чувством стиля. Спасибо, Джон. Я считаю, что одежда – это форма самовыражения, способная повысить нашу уверенность в себе. Безусловно, Анна. Когда мы чувствуем себя хорошо в своей одежде, это положительно сказывается на нашем общем поведении. Это так, Джон. Важно выбирать одежду, которая позволяет нам чувствовать себя комфортно и отражает нашу индивидуальность. Не могу не согласиться, Анна. Мода должна отражать то, кто мы есть, и заставлять нас чувствовать себя лучше. Определенно, Джон. И не забудьте учесть повод при выборе наряда. Отличное замечание, Анна. Разные мероприятия требуют разных дресс-кодов и стилей. Точно, Джон. Важно правильно одеться по случаю праздника и при этом оставаться верными своему индивидуальному стилю. Я ценю твой совет, Анна. Полезно иметь такого модного друга, как ты. Я всегда рада помочь, Джон. Мода – это способ выразить себя и повысить уверенность в себе. И ты делаешь это без особых усилий, Анна. Ваш стиль всегда на высоте. Спасибо за доброе слово, Джон. Это очень много значит для тебя. Добро пожаловать, Анна. Ваше чувство моды действительно вдохновляет. Я рада, что смогла вдохновить тебя, Джон. Помните, главное – носить то, что позволяет чувствовать себя комфортно и уверенно. Я учту это, Анна. Спасибо за ваши рекомендации и поддержку. В любое время, Джон. Мода должна приносить удовольствие и отражать нашу уникальную индивидуальность. Не могу не согласиться, Анна. Мы должны воплотить свою индивидуальность в моде. Приветствую вас, Джон. Пусть мы и дальше будем развивать свой собственный стиль и вдохновлять других. Безусловно, Анна. Давайте сделаем модное заявление и будем уверены в своем выборе. Урок 16. Об услугах совместного использования. Привет, Анна. Вы когда-нибудь пользовались услугами совместного использования, такими как такси или приложения для совместного использования поездок? Привет, Джон. Да, у меня есть. Они удобны и часто более доступны по цене, чем владение автомобилем. Это правда, Анна. Замечательно, что технологии упростили доступ к транспорту. Безусловно, Джон. Всего несколькими нажатиями на телефон мы можем отправиться в путь в любое удобное для нас время. Это невероятно удобно, Анна. Я помню те времена, когда такси было единственным выходом. Времена определенно изменились, Джон. Теперь у нас под рукой множество вариантов. Кстати, о вариантах. Есть ли в вашем районе множество такси и служб совместного использования поездок? Да, есть, Джон. В городских районах вы можете найти множество такси и множество приложений для совместного использования поездок. Это удобно, Анна. Это обеспечивает гибкость и гарантирует, что мы всегда сможем найти машину. Безусловно, Джон. Это особенно полезно для тех, у кого нет машины или кто предпочитает не водить машину. Я вижу, какую пользу это приносит людям, живущим в оживленных городах, Анна. Это избавляет их от хлопот, связанных с парковкой и пробками. Точно, Джон. Это также экологичный вариант, так как он уменьшает количество автомобилей на дороге. Отличное замечание, Анна. Совместное использование услуг способствует созданию более устойчивой окружающей среды. Конечно, да, Джон. Приятно видеть, как технологии и инновации могут положительно повлиять на нашу жизнь. Согласно, Анна. Удивительно, как эти услуги изменили то, как мы добираемся до работы и путешествуем. Безусловно, Джон. Они сделали транспорт более доступным и эффективным для всех. Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами или недостатками при использовании сервисов совместного использования, Анна? Иногда, Джон. Иногда в часы пик или в ненастную погоду время ожидания может быть более продолжительным. Это понятно, Анна. Важно учитывать эти факторы при планировании наших поездок. Определенно, Джон. Всегда полезно иметь запасной план или альтернативный вариант транспортировки. Мудрый совет, Анна. Если вы полагаетесь на услуги совместного использования, главное – гибкость. Не могу не согласиться, Джон. Речь идет об адаптации к обстоятельствам и максимальном использовании имеющихся ресурсов. Безусловно, Анна. Спасибо, что поделились своими идеями и опытом совместного использования сервисов. Добро пожаловать, Джон. Это была интересная дискуссия. Технологии продолжают влиять на то, как мы живем и передвигаемся. Так и есть, Анна. Давайте воспользуемся этими достижениями и сделаем наши путешествия более удобными и экологичными. Привет, Анна. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы взяться за рискованное предприятие, которое может принести пользу? Привет, Джон. Да, я уже думал об этом. Риски вознаграждений часто идут рука об руку в мире предпринимательства. Это правда, Анна. Чтобы погрузиться во что-то неопределенное, нужна смелость, но потенциальные выгоды могут быть значительными. Безусловно, Джон. Продуманный риск и использование возможностей могут привести к большому успеху. Согласна, Анна. Но что, по вашему мнению, является ключом к успеху таких предприятий? Что ж, Джон, я считаю, что очень важно иметь четкое видение и надежный бизнес-план. В этом есть смысл, Анна. Видение определяет направление, а продуманный план помогает справиться с трудностями. Точно, Джон. Кроме того, настойчивость и стойкость являются важными качествами для преодоления препятствий. Не могу не согласиться, Анна. Путь рискованного предприятия обречен на взлеты и падения. Это правда, Джон. Очень важно уметь адаптироваться, учиться на ошибках и двигаться вперед. Я полагаю, что наличие сильной команды и налаживание конструктивных связей также играют важную роль. Безусловно, Джон. Окружение себя талантливыми людьми и налаживание партнерских отношений могут продвинуть предприятия вперед. Это ценная информация, Анна. Сотрудничество и синергия – мощные факторы успеха. Конечно, так оно и есть, Джон. Важно использовать сильные стороны других и работать вместе для достижения общей цели. Есть ли другие ключевые элементы, которые, по вашему мнению, имеют решающие значения для успеха в рискованных проектах, Анна? Что ж, Джон, я бы также подчеркнул важность исследования рынка и понимания целевой аудитории. Отличное замечание, Анна. Знание рынка и клиентов позволяет лучше принимать решения и внедрять инновации. Я вижу, как все эти элементы сочетаются, Анна. Они составляют прочную основу для процветания рискованного предприятия. Безусловно, Джон. Это тонкий баланс между продуманным принятием рисков, стратегическим планированием и непрерывным обучением. Спасибо, что поделились своим мнением, Анна. Вдохновляет размышления о возможностях и выгодах таких предприятий. Добро пожаловать, Джон. Это интересная тема для изучения. Рискованные предприятия могут привести к личностному росту и замечательным достижениям. Не могу не согласиться, Анна. Давайте рассмотрим трудности и потенциальные выгоды, связанные с путешествиями в неизвестность. Приветствую вас, Джон. Пусть мы осмелимся мечтать о большем и предпримем необходимые шаги к успеху в наших собственных начинаниях. Безусловно, Анна. Вас ждет незабываемое приключение от неизвестности и путь превращения рисков в триумфы. Урок 18. Завтрак в прибрежной гавани. Привет, Анна. Вы когда-нибудь пробовали завтрак в Кастл Хиверн? Он популярен среди путешественников. Привет, Джон. Да, у меня есть. Завтрак там отличный, с множеством вкусных блюд. Отлично, Анна. Какие блюда вы бы порекомендовали из их меню на завтрак? Что ж, Джон, обязательно попробуйте их пушистые блины и хрустящий бекон. Они просто восхитительны. Звучит заманчиво, Анна. Я всегда готова сытно позавтракать. Есть ли другие фирменные блюда? Безусловно, Джон. Их яйца, Бенедикт, со сливочным голландским соусом просто божественны. Такие сытные и ароматные. Ты заставляешь меня голодать, Анна. Похоже, это идеальное место для начала дня. Это определенно так, Джон. А самое приятное, это очаровательный вид на побережье, пока вы наслаждаетесь едой. Прекрасное сочетание, Анна. Вкусная еда и живописная обстановка оставят незабываемые впечатления. Безусловно, Джон. Неудивительно, что Кастрол Хиверн пользуется популярностью среди путешественников, ищущих вкусный завтрак. Предлагают ли они вегетарианские или веганские блюда для тех, у кого есть диетические предпочтения? Да, да, Джон. У них есть широкий выбор тарелок со свежими фруктами и тостов с авокадо, которые подойдут для разных диет. Приятно это слышать, Анна. Важно, чтобы все могли наслаждаться инклюзивными вариантами. Безусловно, Джон. Они стремятся удовлетворить различные вкусы и диетические потребности. Кастрол Хиверн популярен только среди путешественников, или местные жители тоже часто посещают это место. Это любимое место как среди путешественников, так и среди местных жителей, Джон. Вкусная еда и уютная атмосфера привлекают всех. Это замечательно, Анна. Всегда приятно найти место, которое находит отклик как у посетителей, так и у окружающих. Согласен, Джон. Это создает ощущение связи и совместного удовольствия. У вас когда-нибудь были интересные беседы с другими посетителями Кастрол Хиверн? А, конечно, Джон. Уютная атмосфера часто способствует дружеским беседам и обмену историями о путешествиях. Похоже, это отличный способ пообщаться с людьми и узнать об их опыте. Это действительно так, Джон. Завтрак — это не просто еда, это незабываемый социальный опыт. Я могу представить себе оживленную атмосферу и звуки смеха, наполняющий воздух. Ты прекрасно это запечатлел, Джон. В Кастрол Хиверн царит теплая и энергичная энергия. Спасибо, что поделились своим опытом, Анна. Мне не терпится посетить Кастрол Хиверн и насладиться их вкусным завтраком. С нетерпением жду этого, Анна. Приезжайте в Кастрол Хиверн и насладитесь вкусным завтраком. Урок 19. Корм для кошек для взрослых. Привет, Анна. Вы пробовали новый корм для кошек, разработанный специально для взрослых кошек. Привет, Джон. Да, у меня есть. Он разработан для удовлетворения их уникальных потребностей в питании. Приятно это слышать, Анна. Есть ли в нем какие-либо особые ингредиенты или преимущества? Безусловно, Джон. Он содержит высококачественные белки и необходимые витамины для оптимального здоровья кошек. Это просто фантастика. Таким образом, он обеспечивает взрослым кошкам необходимые питательные вещества для роста. Да, Джон. Это поддерживает общее самочувствие и помогает поддерживать здоровый вес. Это важно. Взрослым кошкам необходимо сбалансированное питание, чтобы оставаться активными и поддерживать здоровое состояние организма. Безусловно, Джон. Он также содержит жирные кислоты омега-3, необходимые для здоровья шерсти и кожи. Это отличное дополнение. Блестящая шерсть – признак здоровья кошки. Да, Джон. Корм для кошек также содержит антиоксиданты, поддерживающие иммунную систему. Это выгодно. Сильная иммунная система помогает защитить кошек от болезней. Точно, Джон. Очень важно обеспечить их необходимыми питательными веществами для поддержания общего состояния здоровья. Существуют ли какие-либо специфические вкусы для корма для кошек? Да, Джон. Он бывает разных вкусов, таких как курица, рыба и говядина. Приятно это знать. У кошек могут быть разные вкусовые предпочтения. Безусловно, Джон. Это позволяет владельцам домашних животных выбирать вкус, который больше всего нравится их кошкам. Доступен ли корм для кошек в разных формах, например, во влажном и сухом виде? Да, Джон. Он доступен как во влажном, так и в сухом виде, что позволяет удовлетворить различные предпочтения в кормлении. Это удобно. Некоторые кошки предпочитают влажный корм, а другие – сухой корм. Точно, Джон. Это дает владельцам кошек возможность выбирать то, что лучше всего подходит для их питомцев. Есть ли корм для кошек в упаковках разных размеров? Да, Джон. Он доступен в упаковках различных размеров, от небольших пакетов до больших сумок. Это полезно. Это позволяет владельцам домашних животных покупать нужное количество, исходя из потребностей своей кошки. Безусловно, Джон. Очень важно иметь варианты, отвечающие требованиям разных семей. Спасибо, что поделились этой информацией, Анна. Это полезно владельцам кошек, которые ищут подходящий корм для своих взрослых кошек. Добро пожаловать, Джон. Сбалансированная диета – ключ к тому, чтобы наши пушистые друзья были здоровы и счастливы. Не могу не согласиться, Анна. Мы должны обеспечить наших взрослых кошек питанием, необходимым им для процветания. Урок 20. Инклюзивная рабочая среда. Привет, Анна. Вы заметили, насколько важно создать инклюзивную рабочую среду? Безусловно, привет, Джон. Когда каждый чувствует, что его ценят, это повышает моральный дух и производительность. Это так, Анна. Это создает позитивную атмосферу, в которой люди могут процветать. Точно, Джон. Инклюзивность воспитывает чувство принадлежности и поощряет сотрудничество. Прекрасно, когда уникальные взгляды каждого уважаются и ценятся. Да, Джон. Это способствует творчеству и инновациям в команде. Разнообразие идей и опыта действительно может способствовать развитию компании. Не могу не согласиться, Джон. Это дает новые идеи и помогает более эффективно решать проблемы. Также важно обеспечить равные возможности для карьерного роста и развития. Безусловно, Джон. Предоставление равных возможностей всем сотрудникам способствует формированию справедливой и поддерживающей культуры. Когда люди видят, что их тяжелый труд признается и вознаграждается, это мотивирует их к успеху. Верно, Джон. Признание и награды укрепляют чувство преданности и преданности делу. Лидерам важно задавать тон и подавать пример в продвижении инклюзивности. Определенно, Джон. Лидерство играет решающую роль в создании инклюзивной рабочей среды. Очень важно поощрять открытое общение и активно прислушиваться к отзывам сотрудников. Активное слушание показывает, что их мнение важно и к нему прислушиваются. Также важно организовать обучение по вопросам многообразия и инклюзивности для всех сотрудников. Обучение помогает повысить осведомленность и развить общее понимание важности инклюзивности. Безусловно, Анна. Это помогает устранить предубеждения и способствует формированию более инклюзивного мышления. И речь идет не только о политиках и процедурах, речь идет о формировании культуры уважения и принятия. Создание безопасного пространства, в котором каждому будет комфортно быть самим собой, жизненно важно. В инклюзивной рабочей среде различия приветствуются, они воспринимаются как препятствия. Умение преодолевать различия приводит к созданию более богатого и динамичного рабочего места. Спасибо за обсуждение этой важной темы, Анна. Давайте будем работать над созданием инклюзивной среды, где бы мы ни находились. Добро пожаловать, Джон. Вместе мы можем оказать положительное влияние и создать более инклюзивный мир. Безусловно, Анна. Давайте будем отстаивать разнообразие и инклюзивность на каждом шагу. Урок 21. Быстросохнущее полотенце. Привет, Анна. Вы пробовали использовать быстросохнущие полотенца. Они просто потрясающие. Привет, Джон. Да, у меня есть. Они быстросохнут и просты в использовании. Это просто фантастика. Это экономит много времени и усилий, особенно когда вы спешите. Безусловно, Джон. Быстросохнущее полотенце идеально подходят для напряженного утра или в дороге. Мне нравится, как они эффективно впитывают влагу, не оставляя ощущения сырости. Да, Джон. Они предназначены для отвода влаги и ощущения сухости и свежести. Это прекрасно, особенно в жаркую и влажную погоду. Обычные полотенца могут казаться тяжелыми и неудобными. Точно, Джон. Быстросохнущее полотенце легкие и дышащие, что делает их идеальными для любого сезона. Я также ценю то, что они компактны и их легко упаковать для путешествий или занятий в тренажерном зале. Да, Джон. Они занимают меньше места в сумке и их удобно носить с собой. Это большое преимущество. Я понимаю, почему они становятся такими популярными. Безусловно, Джон. Это практичный и универсальный выбор для различных видов деятельности. Они бывают разных размеров и цветов. Да, Джон. Быстросохнущие полотенца доступны в различных размерах, от небольших полотенец для рук до больших банных полотенец. Отлично. Это позволяет вам выбрать размер, соответствующий вашим потребностям. Они также представлены в широком диапазоне цветов и узоров, что придает стиль вашей повседневной жизни. Приятный бонус. Всегда приятно иметь полотенца, соответствующие вашим личным предпочтениям. Безусловно, Джон. Быстросохнущие полотенца сочетают в себе функциональность и эстетику. Спасибо, что поделились этой информацией, Анна. Я обязательно попробую их. Добро пожаловать, Джон. Уверена, что вам понравится удобство и эффективность быстросохнущих полотенец. Я с нетерпением жду этого. Вот вам и несколько простых в использовании быстросохнущих и удобных полотенец. Привет, Анна. Ты когда-нибудь думала о конфиденциальности в интернете? Я боюсь, что люди этим воспользуются. Безусловно, привет, Джон. Важно соблюдать конфиденциальность и защищать личную информацию. Это правда, Анна. По мере расширения использования технологий наше цифровое присутствие расширяется. Точно, Джон. Мы оставляем следы данных везде, где бы мы ни находились в сети, и очень важно обеспечить их защиту. Я слышала об утечках данных и краже личных данных. Речь идет о том, как наша информация может быть использована не по назначению. Да, Джон. Вот почему важно использовать надежные и уникальные пароли для наших учетных записей в интернете. Согласно, Анна. Пароли должны состоять из комбинаций букв, цифр и специальных символов. Кроме того, включение двухфакторной аутентификации обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Это хорошее замечание, Анна. Это гарантирует, что только авторизованные лица могут получить доступ к нашим учетным записям. Также важно с осторожностью относиться к информации, которую мы публикуем в социальных сетях. Безусловно, Анна. Мы должны внимательно относиться к тому, что мы публикуем, и учитывать возможные последствия. Настройки конфиденциальности в социальных сетях помогают контролировать, кто может видеть наши публикации и личные данные. Это правда, Анна. Мы должны регулярно пересматривать и обновлять наши настройки конфиденциальности, чтобы сохранить контроль. Еще один аспект, который следует учитывать, заключается в том, чтобы избегать подозрительных веб-сайтов и осторожно переходить по неизвестным ссылкам. Да, Анна. Попытки фишинга и вредоносное помогут поставить под угрозу наши данные и конфиденциальность. Также очень важно поддерживать наше устройство и программное обеспечение в актуальном состоянии с помощью последних исправлений безопасности. Верно, Анна. Обновления программного обеспечения часто включают улучшение безопасности, защищающие от уязвимостей. Наконец, использование надежной антивирусной программы и регулярное сканирование наших устройств могут помочь обнаружить и предотвратить угрозы. Спасибо, что поделились этими советами, Анна. Крайне важно, чтобы каждый проявлял инициативу в защите своей конфиденциальности в интернете. Добро пожаловать, Джон. Давайте сохраним бдительность и примем меры для защиты нашей цифровой жизни. Безусловно, Анна. Наша конфиденциальность – цена, и мы должны обеспечить ее сохранение. Вместе мы можем уверенно ориентироваться в цифровом мире и защищать свою личную информацию. Продолжение следует...